Белогорский сафари-парк Тайган является крупнейшим питомником в Европе. На территории 35 гектаров уживаются более 500 животных. Медведи, жирафы, зебры, крокодилы и многие другие. Однако главное место в коллекции Олега Зубкова занимают львы, с которыми посетители парка могут не только сфотографироваться, но даже покормить их, а самые смелые – зайти к хищникам в вольер. Сегодня в туристической жизни Крыма произошло, пожалуй, одно из самых знаковых событий. Парк Львов-Тайган открывает свои двери, и все эти люди приехали с самых разных уголков нашей страны для того, чтобы воочию увидеть величественных и грациозных животных. Более 75 львов из вольера вышли на территорию сафари-парка. Хищники моментально осваивают новое пространство. Самые крупные и смелые особи начинают драться за роль вожака. Рычание, пыль и новые шрамы – это не просто зоопарк. Здесь все по-настоящему. Это уже пятый выпуск Львов в Тайгане. Как утверждает руководитель парка Олег Зубков, за прошедший период была проделана огромная работа. Пополнена коллекция животных, завезено новое оборудование, а также найдены новые поставщики мяса для хищников. Последняя – особая задача. Ведь львам нужны сотни килограммов пищи в день и доставляют ее теперь с материка. Но, несмотря на все трудности, директор уверен – гости парка оценят вложенный труд. Конечно, мы мечтаем о расширении, о новых территориях, но, наверное, это дело будущего. Сегодня парк отвечает потребностям туристов любого уровня. Он оставляет незабываемые впечатления. И вы видите, сегодня, насколько атмосфера праздника царит. Сегодня все крымчане, в общем-то, здесь. Да, здесь много туроператоров, много экскурсоводов, много прессы. Ну и много простых крымчан, которые по приглашениям прибыли сегодня. Либо прибыли, купили билеты сегодня. Но сегодня тысячи людей гуляют в Тайгане. И это здорово, что весна 2017 года начинается вот с такого, курортная весна, имеется в виду, начинается вот с такого праздничного мероприятия. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с хищниками, но все же боится заходить к животным в вольер, по всей территории парка оборудованы специальные мосты, общая протяженность которых – порядка одного километра. На этих безопасных обзорных площадках можно увидеть львов в их естественной среде обитания. Посетители говорят, впечатления и эмоции от увиденного огромные, особенно у детей. Замечательные. Я уже третий раз в полном восторге и буду приезжать еще, еще и еще. Впечатления незабываемые. Впечатления, конечно, сильные. Мы первый раз в парке, но очень нравится. Мы только что увидели, как львы между собой общаются, так интересно, конечно. Замечательно, все замечательно. Надо, чтобы этот парк всегда был, всегда радовал и нас, и всех гостей, и крымчан. Даже в Африке ты, если поедешь на сафари, но ты не пообщаешься со львом, а здесь ты можешь его погладить и даже сфотографироваться. Это просто. По словам Олега Зубкова, останавливаться на достигнутом он не намерен. Уже сегодня предприниматель разрабатывает планы по строительству других развлекательных парков в Крыму. Конечно, трудности есть, и они мешают реализации задуманного. Однако, как считает директор Тайгана, все получится. Егор Зайцев, Александр Рыбин, служба новостей ТВ, Белогорский район.